Если вы следили внимательно за тем, что говорят руководители Китайской Народной Республики, то в одном из своих выступлений последних, а я присутствовал, это было международное мероприятие, по-моему, в рамках ООН. Так вот, председатель Си Цзиньпинь говорил о том, что Китайская Народная Республика не планирует использовать вооруженные силы для решения каких бы то ни было проблем. На мой взгляд, Китаю это и не нужно, применение силы. Китай – огромная мощная экономика, и по паритету покупательной способности Китай стал первой экономикой мира, обогнав Соединенные Штаты. Наращивание, наращивая этот потенциал, Китай в состоянии добиваться реализации своих национальных целей. И я здесь никаких угроз не вижу. Мы не будем мучить, но絕對 не считайте, что台湾人民 будет в压力下 уничтожить. В то же время, в南海, в東海, в чьи-то цифры, и 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 в чьи-то цифры. В то же время, в台湾的西南空域,共军常态化的活動,严重地影響了我们的国安及肥安. 而民主国家之间,则正努力强化各领域的合作基础,来因应区域和全球的变局. G7,北约,欧盟,以及美日印澳的四方安全对话,不约而同关注台海的和平与安全. 同时,也关心印太区域和平稳定的现状,是否会遭受到中国片面的破坏. 在这里,我要重申,台湾愿意为区域的和平发展,贡献一己之力. 在两岸关系上的立场,我们善意不变,承诺不变. 维持现状就是我们的主张,我们也会全力阻止现状被片面改变. 我也要强调,两岸解决分歧,必须透过平等对话. 我们期待两岸关系和缓,我们不会冒进,但绝对不要认为台湾人民会在压力下屈服. 我们会持续充实国防,展现自我防卫的决心,确保没有人能逼迫我们走向中国所设定的路径. 因为中国所设定的路径里头,不会有台湾的自由民主的生活方式,更不会有两千三百万人的主权. 从1949年中华民国立足台湾以来,已经经历了72年。 这72年来,我们的经济从贫穷到富裕,政治从威权到民主,社会从一元到多元,一步一脚印。 成就的今天,中华民国台湾崭新的样貌。 这个今天让世人称赞的样貌,是经历了多个世代的人们,共同努力的成果。 没有一群人可以单独鞠躬,也没有任何一群人曾经置身事外。 请不吝点赞 订阅 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目。 请不吝点赞 订阅 订阅 转发 打赏支持明镜与点点栏目。